Трасса 101 Приветствую в эфире Трасса 101 Владимир Сметанин не нарушает почти В Госдуме созрело еще несколько предложений, как поддержать отечественный автопром в условиях санкций По мнению одного из парламентариев, пора возобновлять программу утилизации старых машин И предоставлять субсидии при покупке новых, но только российского производства Кроме того, есть идея освобождается на несколько лет с покупателей нашей марок от уплаты транспортного налога Соответствующие предложения направлены в правительство Трасса 101 Российские власти собираются разработать единую для всей страны методику организации автомобильных парковок В документе будет прописано, в частности, как внедрять платные стоянки и какой тарифной политике придерживаться Чиновники не скрывают, что платные парковочные места – это серьезный источник пополнения местных бюджетов Кроме того, это действенный инструмент для организации транспортных потоков В первую очередь в районах с наибольшим трафиком МВД до конца этого года обещает значительно повысить качество работы по розыску угнанных автомобилей Все благодаря новой системе паутинок, к которой уже подключились большинство субъектов Смысл в том, что она получает и обрабатывает информацию из дорожных камер, установленных в любом регионе Правда, проблемной территорией может оказаться Чукотка Потому как там комплексы фото-видеофиксации нарушений ПДД отсутствуют Большинство россиян, владеющих бюджетными автомобилями со средней стоимостью полмиллиона рублей Пока не собираются приобретать более дорогую машину Исследование провел портал авто.ру А вот часть тех, кто имеет в собственности модель премиум-класса, готова пересесть на более бюджетные варианты Например, некоторые хозяева Lexus LX, Porsche Cayenne, BMW X5 и X6 присматриваются к Toyota Camry Официальная минимальная стоимость которой сейчас составляет 2,5 миллиона рублей Наибольший оптимизм в ходе опроса проявили владельцы авто стоимостью от 1,5 до 3 миллионов рублей Они готовы приобрести машину из более дорогого сегмента Трасса 101 Покупателям антикризисной версии Lada Granta надо будет подписать бумагу о том, что они обязуются не выезжать на автомобили за пределы России Исключение составляет Белоруссия Дело в том, что отсутствие у гранты систем ABS, ESP, подушек безопасности и наличие двигателя экологического класса только Евро-2 Не позволяет ей передвигаться по дорогам других стран Также сообщает издание Lada Online Клиентам гилерских центров Автоваза придется дать письменное согласие на отсутствие кнопки экстренного вызова Aero Glonass И в завершении новость от нашего партнера С 30 мая по 30 июня на АЗС движение при покупке от 20 литров бензина Ultra 92 через систему быстрых платежей действует скидка 2 рубля с каждого литра На этом все, вопросы и комментарии оставляйте на сайте Эхо Кирова Подписывайтесь на наш телеграм-канал Трасса 101 До свидания Трасса 101 Продолжение следует...